Две с половиной тысячи граждан Украины с сжатые сроки приняла Самарская область в прошлом году. Пункты временного пребывания готовили буквально за одну ночь. Такого наплыва беженцев никто не ожидал. Работать приходилось оперативно. С поставленной задачей справились. Приезжие получили материальную, медицинскую помощь и временное жилье. Были очень большие риски. Мы, конечно, очень опасались того, что могут быть различные инфекционные заболевания. Мы понимали, из каких условий люди приходили. Такой ответственный момент, горячую минуту, единение произошло и федеральных структур, и областных, и муниципальных. Когда каждый свою задачу понял, отработал. Новым направлением в работе Минсоцразвития стали и сиротские учреждения. Шесть детских домов и пять домов ребенка перешли в ведение министерства. Благодаря слаженной работе сбоев в их финансировании не произошло. Не коснулся кризис и социальных выплат населению. Социальные выплаты как были, так и есть. Тем не более, что еще идет индексация, начинается и для ветеранов военной службы, и для участников Великой Отечественной войны, и для вдов. Сейчас принято правительством решение от трех до семи тысяч. Пусть к дню победы, но все равно это радость. В планах министерства оказывать материальную помощь населению адресно. Соцвыплаты будут назначаться тем людям, которые в них действительно нуждаются. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.